Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город». Вы смотрите информационную программу «Время говорить». Наши корреспонденты рассказывают о главных темах этого дня. Ну и вначале коротко о некоторых сегодняшних новостях. Пацанчики не понравились. Рязанец открыл стрельбу из травматического пистолета в магазине на улице Крупской. Водка есть, а документов нету. Рязанские полицейские продолжают проверки деятельности сомнительных питейных точек. Вот вам и зима. Пользуйтесь в программе репортаж о том, как намерены справляться с последствием морозов городские службы. А теперь обо всем подробнее. Вчера вечером стало известно, что в Рязани на улице Крупской пьяный мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета. Так что столичные нравы, как мы уже предрекали однажды, перекочевывают и в провинцию. Дело было около четырех вечера. По имеющейся информации, 33-летний дядя, будучи к этому времени, по всей видимости, сильно под газом пошел в гастроном, рассчитывая взять еще чего-нибудь для повышения градуса. Вместе с деньгами он захватил с собой и зарегистрированный травматический пистолет «Гроза-021». Я пришел в магазин, выпить вина. Потом у нас не случилось соответствие с ребятами, которые там пили. Один из них вытащил пистолет. Начал за мной гоняться. Ну, соответственно, у меня оказался свой пистолет. Травматический. Я начал открывать огонь по нему. Ну, ребята этого не поняли и накинулись на меня все вместе. То есть силы были неравны? Да, силы были неравны. Стрелок, пребывая уже в полицейском отделе, пояснил свои действия так. Пацанчики не понравились. В итоге один человек ранен, один в полиции, а весь честный люд пребывает в смятении. А вдруг в следующий раз кто-то из нас не понравится какому-нибудь поддавшему обладателю травматики? Какая-то бредовая ситуация складывается с этой самой уличной стрельбой. Полят на улицах, на парковках, после пустяшной ссоры, а теперь вот и просто так, по пьяни. О времена, о нравы. Очередной сводный отряд рязанских полицейских вернулся из очередной же командировки на Северный Кавказ. Как положено, правоохранители несли полугодовую вахту в тех местах, где стреляют отнюдь не только в тире. Из командировки на Северный Кавказ домой вернулся отряд рязанских полицейских. На протяжении полугода стражи порядка в составе группы ОМОНа, участковых оперативников, кинологов и инспекторов ГИБДД выполняли служебно-боевые задачи. В Рязани их встретили сослуживцы, друзья, жены с детьми и начальник областного управления МВД. Николай Пилюгин поздравил сотрудников с возвращением и вручил 20 наиболее отличившимся из них грамоты и благодарности. Практика кавказских командировок сложилась в российских силовых ведомствах еще со времен чеченских войн. С тех пор Кавказ, говорят, изменился и стал гораздо тише. Однако что-то заставляет в этом сомневаться. Видимо, еще не скоро полицейские перестанут проводить по полгода в далеко неспокойных горных краях. Буквально сегодня пришла информация и Тартас. Утром в Дагестане прошла операция по нейтрализации бандитских группировок. В перестрелке погибли трое собровцев. Пятеро полицейских получили ранения. Это были не рязанцы. Но разве от этого легче? Продолжаем программу. Три года назад в России следствие получило независимость. Дело в том, что с 15 января 2011 вступил в силу федеральный закон о Следственном комитете Российской Федерации. И главный ноу-хаус заключался в том, что Следственный комитет начал работать вне системы прокуратуры. Подчинение ведомства напрямую президенту должно было обеспечить и, надо отметить, обеспечивать объективность следствия. Сегодня в программе фрагмент нашего проекта «Семь минут» с участием первого заместителя регионального следственного управления Александра Булаева. Если можно, хотя бы вкратце, хотя бы в целом, в общем, какие-то итоги года подвести? Ну, каждый год по-своему разный. Но вот этот год ознаменовал, что мы работали с несколько иной интенсивностью. Вот если брать чисто количественные показатели, то могу сказать, что в производстве наших следователей за 2013 год находилось свыше 1100 уголовных дел в производстве. Свыше 600 они направили прокурорам, и в дальнейшем они были направлены в суд для рассмотрения по существу. Среди них тяжкие, особо тяжкие преступления. А если говорить в целом, кто же смог эти дела, так скажем, перелопатить, то это всего лишь 43 следователя на всю область. Я даже боюсь представить, какая нагрузка. Нагрузка на самом деле колоссальная, и эта нагрузка ежегодно растет. Это связано с тем, что идет поэтапная передача полномочий, расширение нашей последственности. Это экономическая категория дел, это и особая категория дел в отношении несовершеннолетних, это и налоговые преступления. То есть мы на сегодняшний день вовлекаемся в все большую сферу деятельности. И нагрузка на самом деле на каждого единицу следователя, она колоссальная. Немногие, конечно, ее выдерживают, но вот те, кто остались, это тот костяк, с которым мы можем работать, и с которым мы можем давать ту эффективность работы, от которой нас требует на сегодняшний день. Премьерный показ программы «7 минут» с участием Александра Булаева состоится в эту пятницу. Продолжаются рейды рязанских полицейских по проверке работы сомнительных питейных заведений. Есть закон, его одни должны соблюдать, а другие еще и охранять. На стыке интересов нередко получается юридический конфликт, рассказывает Оксана Тебенихина. Рейды сотрудников полиции по различным рюмочным и иным питейным заведениям проходят регулярно. В этот раз рязанские полицейские прибыли на улицу Пушкина, где с 2010 года процветает мини-кафешка «Пивнушка». Причиной посещения стало то, что лицензия на продажу крепких алкогольных напитков у заведения уже просрочена, а новая разрешительная бумажка на руках хозяйки отсутствует. Был выявлен факт реализации алкогольной продукции без лицензии на право розничных торговых данным видом продукции. В данном торговом зале лицензии либо копии, заверенные в установленном порядке, отсутствуют. Что является одним из оснований предполагать, что лицензии на право розничной продажи алкогольной продукции в данном заведении отсутствуют. Сама хозяйка забегаловки говорить на камеру постеснялась, но с ее слов разрешила нам сообщить о том, что лицензия будет готова в течение месяца. А пока их алкоголь изымается полицейскими. Девушка претензий не имеет и ручается. До получения документов закон не нарушать. Да и не до этого и сейчас. Как доверительно сообщила нам, с позволения сказать, бармен заведения, хозяйку на днях выписали из роддома. Она уже трижды мама. Алкогольная продукция, которая находится в данное время на реализации в данном кафе-баре, будет изъята. В дальнейшем будет составлен протокол об административном правонарушении. Штраф, предусмотренный за данное правонарушение, составляет от 3 до 10 тысяч рублей на должностных лиц, либо от 50 до 100 тысяч на юридическое лицо. В ходе 2013 года сотрудникам только нашего отделения в 6 раз были зафиксированы нарушения правил торговли алкоголем в данном заведении. Ну а со слов сотрудников полиции, владелица кафе штрафы платит исправно. А означает это лишь то, что нарушение для нее, как и для многих других ее коллег, вполне нормальная вещь. И это, видимо, в нашем государстве вполне в порядке вещей. И последнее на сегодня. Наконец-то в центр России пришла зима, которую все мы так долго ждали. Первые морозные дни на фоне недавней распутицы дали вполне закономерный результат. Люди скользят, машины тоже, городские службы приведены в боеготовность. А морозно-ледовые ситуации в Рязани в репортаже Глеба Галушкина. Ежедневно чистить городские улицы от снега выходит около 60 единиц уборочной техники. По словам начальника управления благоустройства администрации Рязани Валерия Бипко, службы по уборке города очищают как проезжую часть, так и тротуары. Работаем как по паркам, убираем территорию, по городским улицам, по тротуарам, по которым ходят у нас жители города. И ежедневно порядка 60 единиц техники выходит у нас в таких погодных условиях, если они будут продолжаться, то, естественно, у нас там порядка 70 единиц техники. Работники ГИБДД предупреждают, что сейчас на дорогах образуется гололед и так называемый снежный накат. Пешеходам необходимо также помнить, что тормозной путь у автомобиля в такую погоду сильно увеличивается. Пешеходам необходимо помнить, что скользко не только им, но также скользко и транспортным средством. В зимних условиях, в условиях гололеда и снежного наката тормозной путь увеличивается в несколько раз. Пешеходы об этом часто не задумываются. Например, при движении автомобиля со скоростью 60 км в час на сухом асфальте остановочный путь его в среднем составляет 50 метров. В зимних условиях этот тормозной путь увеличивается, скажем так, до 100 метров, может быть, и больше. Коммунальные службы, как сообщили нам чиновники из городадминистрации, будут вывозить снег с рязанских улиц и тротуаров в ночное время. На сегодня все. Хорошего всем вечера и до встречи в эфире телекомпании «Город». Увидимся завтра и найдем время поговорить о событиях уже четверга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова